Поздравляю с победой. Слушай, Белшина, получается, какая-то твоя команда. В прошлом домашнем матче ты отметился дублем. В этом сезоне ты им забивал. И вот, пожалуйста, еще один гол. Ну, хорошо, что забиваю. Без разницы, кто забил, главное, что выиграли. Могли в конце еще пару моментов забивать. Очень тяжелая была игра. Сами видели. Белшина первый тайм особо ничего не дала создать. Нам еще и забили тоже из немногочисленных моментов своих. Так что, считаю, победили заслуженно. Сейчас с конец сезона никак нельзя было терять очки. С какой установки выходил на поле? Выходил на поле нагнетать. Станиславович сказал просить в зону между центральным защитником и крайним, потому что там были зоны. И вышел туда, предлагал. Пацаны снабжали мячами. И были моменты. Вообще, в целом, сегодня Белшина удивила, наверное, потому что совсем не просто было. Особенно первый тайм. Ну, конечно. Еще и пацаны вышли после карантина. Сидели по две недели дома. Не тренировались. Сейчас только неделю, получается, вышли. И понятно было, что будут не в хорошей физической форме. Но пацаны выдержали. Я не видел, чтобы у кого-то из Белшины сводило ноги. Тем более, по такому тяжелому полю. Ну, очень мягкое поле. Так что пацаны выдержали. Им респект за это. Опять-таки, у тебя такая длительная паза случилась между прошлым голом и вот этим голом. Насколько тяжело было психологически переживать вот эти вот эпизоды? Ну, я не скажу, что особо переживал, потому что на этом не зацикливаюсь. Главное, что команда побеждала. Скажу, что больше переживал за то, что была безвыгрышная серия. Серия из поражений. Там три матча подряд. И Лигу проиграли, и Кубок, и чемпионат потом. Так что больше за это переживал. А кто забивает, без разницы. Пускай даже ворота. Главное, чтобы побеждали. Но четыре матча побед подряд, это здорово. Так и держать. Надеюсь. С победой. Игорь, поздравляем. С днем рождения. Поздравляем с победой. Сегодня все сложилось, наверное, как нельзя лучше. Если бы еще не такая, наверное, нервная стартовая волна, которая нас накрыла. Правильно? Согласен. Согласен. Спасибо большое. Ну, мы заманили соперника. Дали почувствовать уверенность в себе. Это был наш план на игру. То есть слегка интригу закрутили в начале? Да, конечно. Но это в футбол всегда бывает. Ну, как? Соперник, когда атакует, всегда получает отнеграждение за свои усилия. Опять-таки, сегодня удивили твои стартовые позиции на поле. Как сам себя чувствовал? Нормально. Главное было созидать. Я люблю это делать, как бы, знаешь, поэтому было интересно сыграть в этой позиции. Видишь, как получалось удачно. Я доволен. Но сегодня на поле ты выглядел очень активно. Откуда столько сил? Брат, знаешь, секрет успеха. Работа и только работа. С победой. Спасибо. Ты снова выходишь в атаку, снова забиваешь гол. Может быть, вот на секрету успеха. Как ты считаешь? Ну, наверное, не стоит уже на этом акцент такое сделать, потому что я забил гол. Да, но забил гол, когда уже вернулся, наверное, с позицию, в которой раньше играл, как бы, еще в центре поля. Поэтому у нас сегодня Шири Гриши такой, не самый такой еще такой, под ним забил. Поэтому, ну, вся, вся линия атаки старается забивать. И, наверное, тут стоит делать, так сказать, на том, есть ли моменты. Когда есть моменты, мы забываем голы. Когда больше моментов, понятно, что больше шансов забить, забить не один гол. Поэтому мы имели сегодня моменты еще забывать. Но хорошо, что эти головы хотела нам бы победу сегодня. Как были дела с настроем? Вы ходили полностью сконцентрированы? Либо, все-таки, как ты считаешь, может быть, было где-то маленькая расслабленность, учитывая то, что голшина очень много пропустила. И, по сути, только на этой неделе не начали тренироваться. Ну, тренерский штаб очень сделал акцент на этом, чтобы никакой недооценки не было. И с первой секунды мы играли на 100%. Поэтому я, наверное, не могу сказать, что была какая-то там недооценка или расслабленность. Просто вот, ну, это стандарт, в любом случае, как бы ты не атаковал, и сколько моментов у команд соперников не было твоих ворот, в любом случае какой-то стандарт всегда несет опасность. И вот они забили со стандарта, конечно, последует уже тяжело. Но нам, наверное, помогло, потому что мы первым таймом отыгрались. И все-таки этот гол какой-то, ну, наверное, так, ну, облегчил задачу, потому что выходили в второй тайм с одной целью победить. И хорошо, что так получилось. Пока у нас все складывается более чем замечательно. Победная серия продолжается. Сейчас есть небольшая пауза. Это еще дополнительное время, чтобы как-то больше сыграться и опять-таки подлечить больных, например, с травмами разобраться. Ну, да, да, так и есть. И такой, наверное, плодотборный цикл провести. Это, наверное, такой последний будет объемный цикл перед завершающейся частью сезона. Да, там остается, станет, сколько, три игры. И, конечно, наверное, сейчас, вот эта неделя-две, будут такие определяющиеся физические готовности на остаток сезона. Ну, и психологическая. Я думаю, все-таки с победой уходить на такую паузу намного легче, поэтому с этим проблем не должно возникнуть. И заключительный вопрос, самый главный, как Игоря поздравили в раздевалке уже после матча? Игорь сегодня сам себя поздравил, забил гол, победили. Вот это, наверное, был самый большой праздник. А Игорь как нас поздравил, спросите. Он вас поздравит. Я надеюсь, что он нас еще поздравит, да. Поэтому будем от него теперь ждать. Спасибо, с победой. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok